выходим в эфир во всех наших сетях во икра уже слава богу очень много и мы сейчас одновременно урок проводим в трех сразу можете себе представить в трех социальных сетях в телеграме сейчас я включаю начать видео чат телеграм фейсбук и 3 что youtube youtube значит подключиться к трансляции все я смотрю что все больше и больше нас смотрят в телеграме в телеграме нас смотрят больше всего глава шлах и мишлей пятая глава эта глава и очень получается интересно что они очень-очень связаны очень связаны пятая глава в мишлей и сегодняшний отрывок из главы шлах значит вообще глава шлах можно сказать одна из самых самых таких вот как сказать печальных можно сказать глав печальных моментов в истории человечества и в истории еврейского народа одна и в ней кроется корень корень всех проблем которые есть у каждого человека в отдельности у еврейского народа и у всего мира в целом то есть это такая корневая проблема которая которая вот главный вирус который уничтожает уничтожает счастье в этой недельной главе напоминаю значит что когда народ израиля подошел к земле израиля они были уже рядом вот вот она рядышком рукой подать и в этот момент в этот момент люди начали сомневаться знаете с кем не бывает с тем не бывает вот и идешь на экзамен например да и ты думаешь или ты выходишь выступать на сцену и ты думаешь а вдруг что так не так получится не получится то есть у человека есть такое вот сомнение в том что будет и сомнение что будет хорошо знаете как вот ты же идешь куда-то в будущее а будущего-то никто не знает это же неизвестно и человек начинает фантазировать во первых и то что он пришел к этой точке будущего это тоже следствие фантазии человека мы все фантазируем о своих целях куда мы хотим двигаться это фантазия то есть человек живет в принципе в мире своих фантазий он себе нафантазировал куда он хочет потом когда он нафантазировал куда он хочет он сделал себе цель потом он начинает чтобы к ней прийти фантазировать и придумывать как не прийти Он все время интерпретирует какие-то отрывочные данные о окружающем мире В общем, все живут в мире фантазии И вот народ Израиля, подошли они к земле Израиля И Моше послал их разведчиков Значит, послали разведчиков Сейчас, секундочку Послал разведчиков, 12 человек Послал он их, это были вожди Это были такие, они очень были Когда он их выбирал и посылал Они были очень, знаете, доблестные люди Не просто кого-то он посылал Я сейчас думаю, кого же мне отправить Вот Максим Перенчук, например Data analyst, business coach, автор Вот я смотрю на этом самом Думаю, ну, понятное дело Работал Вернстен Янг Пошлем его, значит, исследовать То есть, Машер Абену выбирал людей Которые были очень достойные Из них был его ближайший ученик Юшу Абену Был Калиф Бен-Ифуне Из колена Из колена Иуды То есть Было 12 мощнейших таких людей И следователей И вот, говорит нам недельная глава Пошли они в землю Израиля Зашли они снизу, как бы со стороны Египта Снизу, с юга они зашли Дошли до моря По морю поднялись до верха До Туда, где сейчас Хайфа Вот в ту сторону вверх И обратно тоже они пошли Когда они пришли Интересно В землю Израиля То Калиф Бен-Ифуне Он говорит Ребята Я пойду отдельно Куда? В Хеврон Зачем? Там похоронены Авраам, Ицкак и Яков Наши праотцы Я знаю Традицию Традицию У нас есть традиция Сохранилась Вы же помните Яков уже поднялся Спустился в Едипет И потом Когда он умер Его похоронили В Марата Мехпела В пещере праотцов В Хевроне А до этого Там похоронили Авраама, Ицкака И значит Народ Израиля Знал всегда Что там похоронены Праотцы Патриархи Да, их так называют И значит Калев Бен-Ифоне Он говорит Я пойду К ним на могилу Молиться Это святое место А почему там похоронен Авраам, Сара Потому что Там похоронены Адам, Решон и Хава Первый человек И его жена Ева, Хава Они похоронены Тоже в Маратамах Была Значит Он туда пошел Молиться Остальные Пошли по Земле Едипетской И пришли они В Земле Едипетской До виноградной долины Там была такая Долина Которая так называлась Виноградная И срезали они Гроздь винограда Которую несли Восемь человек Несли эту гроздь Можете себе представить Эта гроздь была Такого Такого веса И такого размера Что восемь человек Несли одну гроздь Значит И приходят они Обратно Сорок дней Они ходили По земле Израиля И смотрели Что и как Значит Смотрели Что и как Высматривали Да Исследовали Приходят они И говорят Показали они плоды Показывают плоды Значит Огромная гроздь винограда Восемь человек Ее несли Дальше Там огромный Гранат Огромный Инжир Они Ну прям Огромные Люди Собрались И они говорят Что они говорят Слушайте текст И сказали Пришли мы в землю Которую Ты нас послал Они докладывают Машера Бену Докладывают Пришли мы в землю Которую Ты нас послал И Действительно Действительно Они говорят Завад Халав Удваш И Она Течет Молоком И медом Все как Бог нам обещал Приведу Вас в землю Текущим Молоком И медом Было дело Да Везе Перье И вот ее Плоды Показывают Они Огромные Плоды Правда Правда То есть Человек Когда Он Говорит О чем-то Если он Говорит Полную Какую-то Чушь То ему Нет Никакого Доверие Поэтому Есть Такое Высказывание В устной Торе У лжи Нет Ног Ложь Не может Стоять На Ее Нет Ложи Это Обман Но Ложь Должна Быть Обязательно Замешана С правдой Для того Чтобы Для того Чтобы Было Ее На чем Стоять Поэтому Любая Пропаганда Любая Идеология Самая Лживая Идеология Она Должна Базироваться На Каком-то Одном Двух Обман Факт Обман Обман Факт Обман 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 И когда Оно Вот так Намешано На На фактах То люди Воспринимают Все Как Как Правду Да Теперь Они Говорят Начинают Они Вот этот Момент Земля Текущая Молоком И медом Да Вот ее Плоды Да И тут Они Продолжают Но Но Народ Который Живет На этой Земле И у них Города Огромные Крепости И Также Видели мы Сыновей Великанов Там Сыновей Великанов Это еще во времена Допотопные Когда Когда Допотопом Значит Есть там История Про падших Ангелов Эти падшие Ангелы Которые Потом Они Получили Земное Воплощение То Они Видели Потом Как Этих Падших Ангелов Дальше Амалек Находится В пустыне С юга Этой Земли Амалек Это были Дикие Кочевые Племена Которые Обладали Магией Такие были Амалек Это народ Лакающий Кровь Такой Антипод Еврейского Народа Самый Такой Злобный Народ Черная Магия И Значит А внутри Были Хитти Евуси Эмури Кнаани Они Населяют Всю эту Землю Они Населяют Всю эту Землю Значит Говорят Разведчики То есть Земля Хорошая Но Жители Которые Населяют Посмотрите На эту Гроздь Представьте Этих Жителей То есть Это Страхи Теперь Значит То есть Они Говорят Что Мы Не Сможем Зайти Мы Не Сможем Победить Мы Все Мы Не Сможем Бахас Калев Этам Значит Тогда Калев Которые Было Двое Юшо И Калев Калев Пошел На Модилу Про Отцов Молиться А Юшо Бенун Он Был ученик Маше Рабену Калев Тогда Говорит Послушайте Говорит Что Вам Сейчас Скажу Про Маше Вот Послушайте А народ Уже Был Настроенный Против Маше Против Моисея И Они Когда Услышали Что Калев Говорит Вот Я Вам Еще Скажу Про Маше Послушайте Они Думали Что Он Сейчас Будет Опять Что Плохое Говорить Не Опять А Что Он Тоже Будет Что Плохое Говорить Замолчали И Калев Им Говорит Море Мы Кровь Потом Море Раступилось Все Говорит Чего Вы Боитесь И Дальше Продолжается Текст Письменной Тории И Сказал Он Говорит Сможем Сможем Мы И Я Знаю Ты Можешь Говорит Им Калев Бен Фонет Все У нас Получится Мы Сможем Поднимемся И Победим Но Вот Эти Вот Десять Разведчиков Которые Были Другие Десять Амру Лену Халалот Сказали Они Не Сможем Мы Победить Не Сможем Мы Подняться В Эту Землю Что Этот Народ Сильнее Чем Мы И Сильнее Чем Бог Вот Это Слово Что Тихазак У Мимену Читается Что Сильнее Они Чем Мы И Сильнее Они Чем Наш Бог И Начали Они Дальше Говорить Злоязычие Деба Это Злоязычие Это Это Клевета На Землю Которую Они Исследовали Всем Сынам Израиля Всем Людям Они Начали Это Рассказывать И Значит Сказали Они Земля Это Она Съедает Своих Жителей И Значит Люди Которые Там Живут Они Огромные Просто И Видели Мы Вот Этих Великанов Там И В общем Они Говорят Все И Вот Тут Вот Смотрите Вот Здесь Прям Конкретно Видно Где Можно Человека Определить Где Он Точно Врет Знаете Есть Одна Очень Простая Такая Тест Который Здесь Мы Видим В Торе Как Определить Что Человек Точно Врет Значит Смотрите Они Говорят Вне Бэйнэну Кэ Хагавим И Были Значит Мы В их Глазах Как Как Кузнечики Мы Были В их Глазах Как Кузнечики Значит Откуда Ты Знаешь А Вот Так Они Говорят Нет Вот Так Дословно Мы Мы Казались Себе Саранчой Кузнечиками И Такими Мы Были В В В В В В В В Глазах А Когда Он Говорит О том Что Он Знает Как Другой Интерпретирует У себя В голове Это Называется В психологии Проекция Проекция И Это Точно Вымысел Вообще Сказка Сказка Сказочная В общем Они Все это Наговорили И Дальше Что И Плакал Народ Всю Ночь Завтра Мы узнаем Что Было Дальше Но Самая Страшная Вещь Которая Уничтожает Вообще У человека Все его Счастья Хорошую Жизнь Возможности Это Пессимизм Клевета Злоязычия Сплетни То есть Все Когда человек Искажает В негативную Сторону Окружающую Действительность Он Не только Просто Искажает Он Реально Ухудшает То есть Слова Мир Был сотворен Словами Баасарам Амарот Десятью Изречениями Был сотворен Мир Человек Создан По образу И подобию Бога Человек Постоянно Своими Высказываниями Своими Мыслями Своими Словами Он Творит Создает Тот мир В котором Потом Живет И Самая Страшная Вещь Которую Только Можно Представить Это Ухудшать Тот мир Который Есть То есть Есть Некий Мир И когда Ты его Описываешь Вот Смотрите Есть Шкала Да Вот Например Есть Шкала Как Дела Плохо А ты С чем Сравниваешь С чем Ты сравниваешь Плохо У тебя Дела Ты сравниваешь С тем Как Ты хотел Чтобы Было Так Тогда У тебя С Камбоджи Дети По мусоркам Лазят Нет Нечего Им Кушать Как У тебя Дела Относительно Детей Не Ну Относительно Детей В Камбодже Конечно Великолепно Слава Богу Встал Покушал Все Так Хорошо Слава Богу Так А что Что Говоришь Что Плохо У тебя Дела Но Если Ты Сказал Что Дела Плохо Как У тебя Дела Плохо Потому Что Если Ты Считаешь Что Плохо То Это Плохо А Если Тебе Плохо То Плохо Всем Вокруг Тебя Потому Что Ну Это Же Плохо Это Человек Услышал Плохо У него В голове Как Дела Плохо А Он Думает Блин Вообще А у Меня Как А у Меня Еще Хуже Не Будешь Я Мы Все Соревнуемся Знаешь Что У Него Плохо А у Меня Еще Хуже Чем Будя И Пошло Поехало В общем Все Это Была Самая Страшная Такая Вещь После Этого Как Народ Принял Клевету На Землю Израиля Поверили В эту Клевету И Начали Ее Повторять Все Они Действительно Оказались Правы Они Сказали Мы Боимся Мы В землю Не Войдем Мы Умрем И Так Их Повернули В пустыню Там Они Умерли Понятно Да Хорошо Дорогие Друзья Значит Это Мы Прочитали Прочитали Мы Сейчас Отрывок Из Недельной Главы Теперь Пятая Глава В книге Мишлей Тричи Царя Соломона Значит Пятая Глава Вся Пятая Глава Нам Говорит Про Не Про Злоязычие Тут Чуть Друг Акцент Сделан Пятой Главе Пятой Главе Значит В Друг Тема Така Вот Если На первый Взгляд Посмотреть Говорится Про Какую-то Развратную Плохую Женщину Да Значит И Говорится Чтобы Царь Соломон Он Предостерегает Читателей Этой Книги От Того Чтобы Они Общались С Женщинами Легкого Поведения Значит Говорит Царь Соломон Во втором Отрывке Что Лишмор Мизимот Ведаат Сватейха Что Ты Сохранять Намерение И Познание Своих Уст Значит Чтобы Они Сохранили Чистое Познание То есть Когда Ты Говоришь О чем То Царь Соломон Нам Предупреждает Дает Совет Чтобы Мы Сохраняли Чистое Чистое Восприятие Что Имеется Ввиду Спрашивают Вас Как Погода На улице Если Вы Скажете Хорошая Кому То Хорошая Кому То Нет Плохая Кому То Плохая Кому То Нет Значит Можно Уточнить Как Можно Сказать Для Меня Хорошая Или Можно Сказать Для Меня Плохая Если Ты Скажешь Для Меня Хорошая То Ты Ну Уже Точнее Сказал Чем Просто Хорошая Потому Что Если Ты Горишь Хорошая Ты Претендуешь На Некую Объективную Реальность И Это Уже Точно Ты Исказил Потому Что Ты Не Можешь Претендовать На Объективную Реальность Значит Для Меня Хорошая Уже Уже Искажение Но В Позитивную Сторону Для Меня Плохая Искажение В Негативную Сторону А Как Сказать Точно Какая Погода Очень Просто Значит Какая Сейчас Погода 22 Градуса Цельсия Ветер Восточный 10 Метров Секунду Влажность 35 Процентов Все Вот Такая Погода Это Как Раз Это Быть Максимально Точным По Погоде Теперь Дальше С Сотовый Мед Источает Уста Чужой Женщины Глажи Масла Неба Ее Последствия От нее Горьки Как Полыня Стры Как Меч Обоюдо Острые Ноги Ее Не сходят К смерти На Преисподнюю Опираются Стопы Ее Не выпрямит Она Путь Жизни Стези Ее Блуждают Не Узнаешь Их Значит Теперь Сыновья Слушайте Меня И не Отступайте От Величие Лет Своих Безжалостному Чтобы Не Насыщались Чужие Силою Твоей Трудов Твоих В доме Чужом И так Далее Ты Будешь Стонать После Когда Ищахнут Плоть И тело Твои Скажешь Как Я Ненавидел Наставление Сердце Мое Презирало Увещевание Как же Я Не Слушал Царя Соломона Это Скажешь Не Слушал Я Голоса Учителей Своих И Не Преклоня Луха Мо К Наставникам Значит И Что Вот Классный Здесь Отрывок 18 Будет Источник Твой Благословен Радуйся Женой Юности Твоей Вот Это Вот Здесь Написано У Меня Даже На Достей Этот Отрывок Написан 18 Да 18 Отрывок Будет Источник Твой Благословен Будет Источник Твой Макор Благословен Значит Усмах И радуйся Мэшет Неурейха Радуйся От жены Юности Твоей Ну и так далее И так далее В общем Вроде бы Здесь Все идет Про Про Женщину Эту Плохую Да Теперь По простому Про Женщину А если Это же Мишли Это Притчи Это Метафоры На что Это нам намекает Это нам намекает На На Знание Значит Есть Знание Оригинал Оригинальное Pure Чистое знание Это знание Которое получил Машера Бейну От бога Тора Чистое знание Вот он получил Вот он записал Вот он передал Pure То есть Оригинал Теперь Любая Идеология Которую Придумали Люди Она Несет В себе Оттенок Людского Людского Такого Ну Как бы Его Эго Его личности Его персоналити Теперь Если Не Тора То Какие идеологии Нам предлагает Мир Фрейд Фрейд Значит Карл Маркс Если так Глобальные идеологии Значит Фрейд Он нам Открыл Что Человеком Двигает Желание Размножаться И он говорит Ну и это нормально Значит Ты Животное Хочешь Размножаться Размножайся Сказал Фрейд И не парься По поводу Идеологии Идеологии Придумали люди Чтобы Опять же Каким-то образом Объяснить Своё желание Размножаться И каким-то Образом Вот тут тоже Я не знаю Точно Нюансы Его идеологии Но почему-то Люди же Которые Хотели Размножаться Они почему-то Придумали Что размножаться Это Не очень хорошо И у них На этом Возникло Противоречие То есть Ты всё время Хочешь Размножаться И тебе Всё время Как бы Думаешь Что это Нехорошо Надо это Скрывать И Фрейд Он каким-то Образом Пытался Объяснить Вот эту Вот Противоречие Но как бы В основе Его Лежало Предположение Что Человек Это просто Животное Которое Которое Ну вот Научилось Разговаривать Такое Говорящее Животное Карл Маркс Он У него была Какая-то Другая Идея Он тоже Был материалист Он верил Что человек Это Развившаяся Инфузория Туфелька Которая Научилась Разговаривать Но Почему-то Одни Инфузории Туфельки Они захватили Стали Богатые Инфузории Туфельки А другие Инфузории Туфельки Они Были Бедные Карл Маркс Как раз Принадлежал К бедным Инфузориям Туфелькам Он Значит Не был Не был Богатый Был такой Очень Очень Неуспешный Человек В жизни По всем Меркам И он Значит Изобрел Теорию Что Инфузории Туфельки У которых Нету Должны Забрать В узоре Туфели Которые Есть Забрать Их Деньги И поделить То есть Это была Как бы Его главная Глобальная Кардинальная Идея Значит И Говорил нам Шлом Амеллах Он говорит Эти идеи Похожи на Вот эту Разратную Женщину Которая Из тебя Она вытащит Из тебя Все соки Ты Потом И потом Выбросит тебя На мусорку Потому что Ты ей не нужен Точно так же Как коммунисты Выбросили Всех Вот этих Идеалистов Коммунистов На мусорку Владеря Точно так же Как Те которые Ставят На вершину Угла Из своей жизни Желание Размножаться А потом Когда они уже Не могут Размножаться То что То есть Все эти Идеологии Они В конце концов Человек Остается От них Выброшенный На помойку Один И лишается Самого ценного Что у него есть В вечной жизни Духовного потенциала И Царь Саламон Говорит Слушайте Не надо Не надо париться Нужно Вернуться К чистой Простой Понятной Идеологии Десять заповедей Простые Понятные Тора Общение со Всевышним Молитва Добрые дела Все Вот тебе такая жизнь Радуйся С Значит Макор Да Макор Это как Пусть будет Твой источник Благословен То есть У тебя есть внутри Источник Вот этого Чистой Духовной Радости Присоединись К нему И живи по нему Человек Это не Инфузория Туфелька Человек Это не обезьяна Человек Это душа Божественная душа Луч Всевышнего Который Здесь В этом мире Проходит жизненный путь Для того Чтобы Вырасти И осознать Своим Интеллектом Кто он есть На самом деле Это то что В пятой главе Царь Соломон Нам хотел сказать И что нам мешает Нам мешает Вот это вот Ядовитое мышление Которое Которое Действительно Управляется Страхом И оттуда Идет От этого Страха Идет Весь Негатив Пессимизм Вот этот Вот Ну Постоянный Страх Да То есть В основе Лошонараз Злоязычия В основе Негативизма Пессимизма Все вот эти Вот эти вот Негативные Серые Черные Грязно-зеленые Вот эти вот Слова Они все Происходят Из страха Страха Умереть Но как только Человек Он становится Духовным И он понимает Что он не умрет Никогда Что его душа Будет жить вечно У него пропадает Страх И он начинает Создавать Он начинает Улучшать Он начинает Распространять Любовь Добро Потому что Он же вечный Ему нечего бояться Все удачи Всем успехов Завтра мы продолжим Изучать Тору Недельную главу И книгу Мишлея Притчи Царя Соломона Очень советую Рекомендую Чтобы у вас была Эта книга У вас у всех Ваших друзей И чтобы мы Изучали Не просто слушали А чтобы мы Изучали И хотя мы уже Такие Как бы Информационно Потасканные Потому что У нас Заполнена наша Долговременная память С детства Всякими идеями Вот этих вот Женщин Не очень хороших Да Легкого поведения Идеологий Которые Многие из них Даже уже исчезли Но тем не менее Если повторять Изучать Сильно хотеть Если стремиться К Тори Как сказал Царь Самон Он говорит Если будешь Будешь искать Знания Как люди ищут серебро Если ты будешь Просить Познания Как люди Ищут сокровища Аставин Ират Ашем Тогда поймешь Ты трепет перед Богом Ведат Элотим Кимца И познание Всевышнего Ты найдешь То есть Можно даже Уже в возрасте В достаточно взрослом Если ты хочешь По-настоящему Соединиться Со Всевышним И получить Это знание То ты можешь Его получить Все Это главное Достижение Которое Человек может сделать А дальше Эти знания Дадут ему Хорошую жизнь Это факт То есть Если у тебя Правильные знания И ты принимаешь Правильные решения То у тебя будут Очень хорошие результаты Здоровье Деньги Хорошие отношения С людьми Семья Благополучие И прекрасное Внутреннее Эмоциональное состояние Которое характеризуется Словом Шалом Шалом Шалва Спокойствие Мир Любовь Это то Что дает Тора Все Всем до завтра До завтра Благополучие Редактор субтитров